Здравствуйте, меня зовут Инна. Моего сына зовут Кирилл, ему 6 лет, и мы с ним вместе боремся с диагнозом аутизм. Это наш второй видеоотчет. С момента первого видеоотчета мы с Давидом провели, по-моему, еще три сеанса, и теперь я спешу поделиться своими результатами. Я могу с верностью сказать, что мой ребенок начал мыслить, он начал размышлять, он уже не просто бездумно повторяет когда-то услышанная от кого-то фраза, а теперь он эти фразы строит сам. То есть он видит, что что-то происходит, он комментирует, он написывает это своими словами, при этом он строит такие неплохие предложения по 4 слова, по 5 слов. Они, конечно, не идеально построены, но это не важно, это все дело наживное, это мы научимся. Самое главное, что речь не просто пошла, а пошла именно осмысленная речь. Тут на днях наш папа спросил у Кирилла, Кирилл, ты будешь пить чай? И Кирилл, как обычно, не вдумываясь в вопрос, сахалолично ответил, будешь. А потом посидел, подумал и говорит, не будешь. Я его еще так переспрашиваю, Кирилл, ты точно не будешь? Может быть, будешь? А он меня посмотрел и говорит, не будешь. Но я думаю, что многие родители поймут, почему я пришла от этого в такой восторг, потому что у меня сын не просто услышал вопрос, он у него вник, он его воспринял и он на него ответил сам. Это огромный шаг вперед. Я безумно этому рада. Да и вообще, преподаватели, с которыми у Кирилла занимается, они впервые сказали мне такую фразу. Они сказали, что ваш сын стал перспективным. Раньше они мне говорили, что он, конечно, сложный, они с ним поработают, они не дают никаких гарантий, они разовьют его в меру его способностей. А теперь мне говорят, что он стал перспективным, что с ним можно работать и что от него можно добиться результата. Но вообще я хочу поблагодарить Давида не только за то, что он проводит сеансы, но и за то, что он находит время, чтобы выслушать, чтобы ответить на какие-то важные, интересующие вопросы, на то, чтобы дать совет. У меня у самой некоторое время назад возник один очень животрепещущий вопрос. Дело в том, что несколько месяцев назад у Кирилла очень сильно испортилось поведение. Он стал очень непослушным, очень капризным. У него появились истерики. Он перестал признавать мой авторитет, вообще авторитет любого из взрослых. Его что-то просили, и он либо игнорировал просьбу или приказ, либо делал все наоборот, причем делал намеренно. Я это видела, что это намеренно. И в итоге целыми днями я занималась не тем, что боролась с аутизмом, а тем, что боролась с собственным ребенком. Я пыталась остановить его хулиганство, пыталась его отчитать, отругать, объяснить, что он неправ. И в один прекрасный момент я поняла, что мне стало очень тяжело любить своего ребенка, а это неправильно. Это сводит на нет все мои усилия. И с этим вопросом я обратилась к Давиду, получила от него несколько очень хороших советов, очень простых советов на самом деле. В общем, сейчас Кирилл демонстрирует улучшение, а я радуюсь вместе с ним. Мы почти не ругаемся, мы очень много времени проводим вместе, мы много шалим, мы много веселимся, смеемся. В общем, у нас прекрасные отношения, но на самом деле я считаю, что все наоборот. Сначала мы с Кириллом перестали ругаться, мы с ним очень сильно сблизились, и он в благодарность начал радовать меня своими успехами. И я безумно благодарна Давиду за то, что именно он своими советами подсказал, как мне наладить отношения с сыном. Большое спасибо. Я верю, что у нас все будет хорошо. Спасибо.